Хотя Павлу 12 лет, в цирке он впервые. И можно сказать, ему очень повезло. Это не просто выступление, а открытый цирковой урок. Здесь можно задавать вопросы артистам, смотреть, как дрессируют животных, пробовать самостоятельно выполнять простые трюки. Сегодня мы были в цирке, там были разные дрессировщики, клоуны, животные, дикие. Я бы даже хотел дрессировщиком стать животных диких разным. На открытую репетицию пригласили детей из общеобразовательных учреждений, детских санаториев и творческих студий со всего края. Особенно отличились воспитанники художественных школ. Они не только наслаждались цирковым искусством, но и создавали своё, зарисовывали то, что происходило на манеже. Открытая репетиция или открытый урок – это предназначено, конечно, для нашего потенциального зрителя, для того, чтобы, с одной стороны, напомнить о том, что количество точек развлечения для детей не так уж много в Ставрополе, при всём его обилии. А цирк – это фактически эксклюзивное направление, когда подзабытое, так сказать, направление культурного развития ребёнка, оно как-то осталось немножко за бортом. И поэтому мы решили напомнить таким образом. Лошади, собаки и даже пума удивляли юных зрителей, послушно выполняли команды дрессировщиков. Теперь все дети как один скандируют – «хочу работать в цирке». Ты бы хотел работать в цирке? Конечно, хотел. Кем? Лошадями. Заниматься дрессировкой лошадей? Да. Да, это, я думаю, очень интересная профессия. А кем? Я бы хотела дрессировать животных. Яна Лукошкина, Александр Бородин, Ставропольское телевидение.